Добро пожаловать вновь на серию цикла передач «История о пророках». Мы продолжаем рассказывать историю Муса, алейхиссалям. На прошлой серии упоминалось, как Аллах спас его и Бану Исраиль от фараона и его войска. Аллах утопил фараона и его войска в море. Бану Исраиль увидели это. Когда они перешли море, то один народ, мимо которого они прошли, поклонялись идолу в форме тельца. Они сказали Мусе, алейхиссалям, «О, Муса, сделай нам божество, такое же, как у них». Аллаху Акбар! «Аллах только что спас вас, а теперь вы хотите себе другого Бога». Он ответил им, «Воистину, вы невежественные люди. В каком же невежестве вы пребываете?» По пустынной дороге горы Синай, где была назначена встреча с Господом, Муса, алейхиссалям, шел вместе с Бану Исраиль. Он должен был говорить с Аллахом, и то была заранее назначенная с Аллахом встреча. Во главе Бану Исраиль, Муса оставил своего брата Гаруна, алейхиссалям. Муса постился весь месяц до того, как встретиться со своим Господом. Говорили, что это был месяц Зуль-Ка'да. После этого Аллах приказал ему поститься еще 10 дней, и эти дни истекли на 10-й день Зуль-Хиджи. Муса отправился на гору, чтобы говорить с Аллахом. На этой горе Аллах дал ему скрижали, на которых была написана Тора. Аллах говорил с ним, дал заветы и приказы, мудрости, назидания и заповеди. После того, как Аллах поговорил с ним, Муса, алейхиссалям, захотел увидеть своего Господа. Каждый раз, как он слышал его голос, он хотел увидеть его. Муса, алейхиссалям, сказал, «Господи, покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя. Я хочу увидеть Тебя, о Господь». Всевышний Аллах ответил ему, «О, Муса! В Дуне меня никто не увидит, но верующие люди в раю увидят меня». Муса продолжал, «Господь мой, я хочу взглянуть на Тебя». Аллах сказал, «О, Муса, взгляни на эту гору». И рядом с Мусой находилась большая гора. Аллах сказал, «Я немного покажусь этой горе. Если эта гора удержится на месте, то Ты увидишь меня». Когда же Аллах явил Себя горе, гора сотряслась. Она разрушилась и превратилась в прах. Когда Муса увидел это, то упал без сознания. Потом он пришел в себя и сказал, «При чистые, я раскаиваюсь перед тобой». И вот гора, когда Аллах явил Себя ей. «Я первый из тех, кто уверовал в Тебя и покорился Тебе, о Господь». Затем Господь спросил его, «Почему ты оставил свой народ позади, о Муса?» Он сказал, «Они находятся неподалеку и следуют по моим стопам. Я же поторопился к Тебе, Господи, чтобы Ты остался доволен». Аллах сказал, «Твой народ подвергся искушению, так вернись к ним». Муса вернулся к своему народу, и в руках у него были скрижали. Он хотел увидеть, что случилось, и обнаружил, что часть его народа поклоняется золотому тельцу, помимо Аллаха. Среди его народа был один самаритянин. Он обманул их и посмеялся над ними. Он собрал их золото, которое они взяли от народа фараона, изваял из него тельца и приказал людям поклоняться ему вместо Аллаха. В этого золотого тельца заходил и выходил воздух, и он издавал мычания, подобные коровьему. Они сказали, «Это Господь». Другие сказали, «Это Бог Мусы, о котором он забыл». Муса забыл его, отправился на встречу с своим Господом, а Господь-то среди нас. Посмотрите на их невежество и глупость». Муса увидел, как они поклоняются тельцу, танцуют вокруг него, поют песни и кинул скрижали от охватившего его гнева. После этого он пришел к своему брату Гаруну. Он кинул скрижали и схватил за бороду Гаруна. Он потянул за нее и сказал, «О, Гарун!» «О, Гарун!» «Я побоялся, Муса. Что если я начну приказывать и запрещать людям, Бану и Сраиль разобщаться? И может быть, из-за этого случится что-то плохое, а после этого ты будешь меня порицать?» Муса спрашивал дальше, «Зачем вы это сделали? Кто вас обманул и сделал так, что вы начали поклоняться какому-то тельцу вместо Аллаха?» Мусе, алей-иссалям, сказали, «Все это сделал один человек. Кто он? Его зовут Ас-Самири». «Где он?» Самаритянина позвали к Мусе, алей-иссалям. «Иди сюда, человек! Муса хочет тебя видеть». Муса подозвал его и начал говорить с ним. Он спросил, «Почему ты сделал это, о, самаритянин?» Муса спросил, «О, самаритянин, зачем ты сделал это?» Он ответил, «Когда Аллах погубил фараона, я увидел Джибриля верхом на коне и взял пригорочню со следов его лошади. Потом я кинул ее на то, что мы сделали в форме тельца. До этого мы взяли много золота от народа фараона. Мы сделали тельца, похожего на того, которому, как мы видели, поклонялся другой народ. Потом я положил на этого тельца пригорочню со следов коня Джибриля, алей-иссалям, и внезапно от него начали исходить звуки. Я сказал людям, что это и есть их Господь. И вот наказание снизошло на самаритянина. Муса сказал ему, «О, самаритянин, ты будешь жить в этой дуне, никому не прикасаясь, и ни один человек не прикоснется к тебе». Что касается истинного срока твоего наказания, о, самаритянин, то он находится у Аллаха. Сейчас мы сожжем этого тельца, которому поклонялись помимо Аллаха, а потом развеем его по морю, чтобы ты посмотрел на результаты твоего деяния, о, самаритяне. Истинный Бог — это Аллах. Самаритянина изгнали, и ему было запрещено касаться кого-либо, и чтобы к нему никто не прикасался. После этого Муса, алей-иссалям, вернулся, взял скрижали, которые он бросил, а потом обратился к Бану Исраиль. Наказание для того, кто поклонялся тельцу, — смертная казнь. Бану и Исраиль должны были убивать друг друга. Людей, которые поклонялись тельцу, было тысячи. Муса сказал им, о, люди, воистину Всевышний Аллах хочет, чтобы вы покаялись, и ваше покаяние будет заключаться в вашем убийстве. Муса сказал им, о, самаритянин, и ваше покаяние будет заключаться в вашем убийстве. Наступило утро. В руках тех, кто не поклонялся тельцу, были мечи. Они должны были убить тысячи людей, которые поклонялись тельцу, за один день. Что касается остальных, которые видели, как другие поклонялись тельцу, но промолчали, то Муса, алей-иссалям, выбрал из них 70 мужчин. Он взял 70 из них, и это были самые лучшие, праведные и верующие из них люди. Он сказал, пойдемте со мной к горе, там будем поклоняться Аллаху, просить Его о прощении, чтобы Аллах простил нас. Муса отправился с ними к горе, и там внезапно скрылся. Люди не видели его. 70 праведников молили у Аллаха прощение, просили у Аллаха дуа и обращали к Нему свои мольбы. Просили Всевышнего Аллаха о помощи, чтобы Он простил их. После того, как Аллах поговорил с Мусой, алей-иссалям, и Муса вернулся к людям, они выдвинули для него очередное требование. История Бану и Сраиль такова, что каждый раз, как Аллах прощал их, они вновь совершали большие грехи. Сейчас эти 70 богобоязненных, поклоняющихся Аллаху мужчин, требуют от своего Господа нечто удивительное. Они говорят Мусе, «О Муса, мы не поверим тебе, пока не будет выполнено одно условие». После всего, что вы слышали и читали, после явных знамений, которые вы видели, что вы хотите? Они сказали, «Мы хотим увидеть Аллаха, иначе мы не поверим в Него». 70 человек поражает молния, и они падают на землю и умирают. Муса возвал к Аллаху, чтобы Он воскресил их. Такими были Бану и Сраиль. От одного знамения к другому, от другого чуда к третьему. Им показывается знамение, после чего они вновь впадают в куфр. Как страдал Муса, алейиссалям, от Бану и Сраиль? Муса вернулся с 70 мужчинами к Бану и Сраиль. Вместе с знамениями, которые в то время непрерывно продолжались среди них. Муса, алейиссалям, и Бану и Сраиль направлялись дальше, пересекая Синайскую пустыню. Их целью был Бейт-уль-Макдис, обетованная, священная, благословенная земля. Когда он достиг Бейт-уль-Макдис, то сказал Бану и Сраиль, «Вступайте на эту благословенную землю, это священная земля, которую Аллах предписал вам, верующим людям и единобожникам». Что ответили Бану и Сраиль, Мусе, алейиссалям, находясь на поступах к Бейт-уль-Макдис? «В этот момент заговорил Юша Абин-Нун и верующий человек из семейства фараона. Они напомнили народу об Аллахе, о богобоязненности, о послушании и повиновении, но народ нагло и бессовестно сказал Мусе, «Они говорили с Мусой грубо, Мусе сказал, «Страшай своего Господа, Господи, я властен только над самим собой и моим братом, рассуди же между нами и нечестимыми людьми». Аллах сказал, «Аллах сделал запретным для них Бейт-уль-Макдис в течение сорока лет, пока не придет другое поколение. Они будут скитаться по Синайской пустыне и не будут знать, как уйти из нее. Какие бы расстояния они не преодолевали за день, они будут возвращаться на одно и то же место. Они будут скитаться сорок лет подряд, после чего им опять будет дозволено прийти к Бейт-уль-Макдису». Во время скитания в этой пустыне произошло много событий. Аллах упомянул некоторые из них. Несмотря на то, что это была пустыня, Аллах даровал им многое из своей милости. Он даровал им манну, это была сладкая, вкусная еда, из которой они делали свой хлеб. Также Аллах дал им перепелов, птиц, которые сами приходили к ним в любое время, и они ели их столько, сколько хотели. Даже вода Муса, алейсалям, ударил своим посохом по камню, и из него забили 12 ключей. Каждому колену из колен Якуба, алейсалям, был выделен свой источник. Они ели и пили, но, несмотря на все это, пришли и сказали Мусе, алейсалям, «Помолись за нас, своему Господу, чтобы он взрослый для нас из того, что произрастает на земле. Овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук». Они спорили с Мусе относительно всего в течение 40 лет. А Мусе, алейсалям, терпел их и претерпевал вместе с ними наказание, которое не спасалось его народу. В один из дней скитания по Синайской пустыне утром они обнаружили, что один богатый человек из их числа убит. Они искали убийцу, но не смогли его найти. Они отправились к Мусе, алейсалям, и сказали, «О, Муса, помолись своему Господу, чтобы он сообщил нам, кто убийца этого человека». Он помолился Аллаху. Затем Муса пошел к народу и сказал, «Аллах приказывает вам зарезать корову. Заречьте корову, любую корову». «Мы спрашиваем тебя, кто убил человека, а ты приказываешь нам зарезать корову. Это издевательство такое или шутка?» «После того, как они согласились, то пришли к нему и сказали, «Помолись за нас своему Господу, чтобы он разъяснил нам, какая она». Им было приказано зарезать любую корову, но они все же решили поспорить и проявить упрямство, задавая беспричинные вопросы. Муса сказал, «Он говорит, что она не старая и не телка, средняя по возрасту между ними. Выполните же то, что вам велено». Они сами себе все усложнили, и Аллах им усложнил. Они спрашивали дальше, «Какой она масти?» Муса ответил, «Он говорит, что это корова светло-желтого цвета. Она радует смотрящих». Заречьте любую корову с таким описанием. Однако они пришли и в третий раз. Коровы не казались им похожими одна на другую. Это было просто проявление их упрямства и воскомерия. Он сказал, «Он говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать ниву. Она здорова и не имеет отметин». Они сказали, «Теперь ты принес истину». Они обнаружили такую корову у одного сироты, и тот потребовал заплатить ему за нее золото весом с корову. И они заплатили, после чего зарезали корову. Далее Муса сказал, «Возьмите несколько костей этой коровы и ударьте имя мертвого человека». Они ударили мертвеца, и тот тот же же встал и указал на своего убийцу. Это был сын его брата. За время 40-летнего скитания произошло много событий, пока не приблизилась смерть Мусы. Еще до него умер его брат Гарун. Затем наступил и срок Мусы. Мусы обратился к Аллаху с просьбой умертвить его рядом с Бет-Уль-Макдис. Действительно, Аллах умертвил его от удара камнем, который вылетел из Бет-Уль-Макдис. Там же он и был похоронен. Наш пророк, саллиллаху алейху салям, сказал, «Если бы я пожелал, то показал бы вам место, где он похоронен». Оно находится возле дороги у Красного Песчаного Холма, в Красной Пустыне. Там был похоронен Мусы, алейху салям. И там подошла к концу страница жизни одного из пророков Аллаха. Во время скитания с Мусы, алейху салям, произошла история с человеком по имени Аль-Хыдр. О нем мы будем говорить в следующей серии. Мусы, алейху салям, был похоронен в Бану-Исраиль, у Бейт-Уль-Макдис, когда их скитание еще не кончилось. После кончины пророка Аллаха Мусы, алейху салям, Аллах отправил к Бану-Исраиль других пророков и посланников, число которых некоторые ученые оценивают тысячи. И нет ни одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий ущеватель. Всевышний Аллах сделал в Бану-Исраиль знамения и удивительные чудесные происшествия. К этим происшествиям относилось то, что случилось с одним из поселений, в котором жили Бану-Исраиль. В этом селении проживали тысячи человек. Аллах наслал на них чуму, которая начала скашивать жителей одного за другим. Многие сбежали из этого поселения. Этих сбежавших людей было около 8 тысяч. Другие ученые сказали, что их число достигло 30 тысяч. Они сбежали из селения, чтобы спастись от чумы. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейху салям, сказал, если вы услышите о чуме в городе, то не уходите из этого города. Тысячи людей сбежали и остановились в большой долине. Ангел смерти воззвал к ним и сказал, умрите все. И все они тут же умерли. Аллах не оставил среди них никого. Ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, ни старика. Все они умерли, и их трупы оставались в долине. В течение долгих лет никто не приближался к этой долине, в которой остались лишь кости тысяч людей. Тысячи мертвецов, мимо которых проходили лишь дикие звери и другие животные. Люди же слишком боялись их, чтобы близко подходить к долине. В это время Аллах отправил к Бану Исраиль пророка по имени Хизкиль. Этот пророк пришел к долине, посмотрел на мертвецов, на кости, и Аллах спросил его, хочешь ли ты увидеть их живыми? Хочешь ли ты, чтобы они воскресли? Он ответил, да, Господь, я бы хотел этого. Аллах сказал, позови их Хизкиль. Хизкиль обратился к нелым костям. О, истлевшие кости, пусть каждая из вас облачится в мясо, и кости начали собираться, на них начало нарастать мясо, суставы, сочленение, нервы, кожа, все тело пришло в нормальное состояние. Тогда пророк Аллах Хизкиль обратился к ним еще раз, восстаньте, о тела, и они все как один встали. Каждый из восставших из мертвых прославлял Аллаха, говоря, Аллаху Акбар, Субхан Аллах, Аль-Хамду Лиля. Они думали, что наступил судный день. Они убежали от смерти, но смерть настигла их. Причисть мой Господь. Аллах говорит, даже если ты будешь убегать от смерти, она все равно встретит тебя. Тысячи убежали из своего селения, сбежали от болезни, но они не знали, насколько близок их срок. Г specially понадобили от смерти, доказательство. Субхан Аллах, К Aye Jazмили, которым она были удачны, он вернул. Кilàбин Субхан Аллаху Акбирину. Субхан Аллаху Акбиринуバ колокари, Субхан Аллаху Акбирину. Субхан Аллаху Акбирину, Аллах разъяснил, что Он милостив к людям. Посмотрите, как Он оживил мертвецов, и они вновь вернули свое селение. Таким было чудо пророка Хизкиля и одно из знамений Аллаха для этого пророка и для Бану Исраиль. Пророки Бану Исраиль были многочисленны. В следующей серии мы с озволения Аллаха будем говорить о человеке по имени Аль-Хидр. Аль-Хидр, пророк он или праведник, наиболее вероятно то, что он является одним из пророков Аллаха. Какова история этого человека? Какие явные знамения, караматы и чудеса даровал ему Аллах? Этот человек совершал действия, которые внешне могли казаться крайне странными. Какова история Аль-Хидра с Муса Алей-Иссалям? Мы вернемся немного назад и поговорим о истории пророка Муса Алей-Иссалям с Хидром и о тех удивительных и странных вещах, которые случились с пророком Аллаха Муса Алей-Иссалям. Даже если мы уже читали о них в Коране, в этой истории все равно содержится огромное назидание и мудрость. Оставайтесь с нами в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok